Уровень детской заболеваемости и ее динамика не превышает пороговый уровень. За истекший период лета в Брестскую детскую областную больницу самыми распространенными летними диагнозами, например, такими как пищевое отравление, солнечный либо тепловой удар, не попал ни один ребенок. Казалось бы, мы в эту горячую пору ждали поступления с тепловыми ударами, с утоплениями, но еще, что называется, Бог милует, ни одного человека с тепловым ударом не было. Возможно, это действие пропаганды, проведение правильного загара, купания и так далее. К слову, значительно уменьшилось количество поступающих не только в летний период. За шесть месяцев, в 2017-го, в детскую областную больницу госпитализировано 7515 детей. Цифра большая, но это на 429 человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В связи с тем, что открылось инфекционное отделение областной больницы, где госпитализируются и взрослые, и дети. Обращаемость с заболеваниями инфекционными у нас в этом году, конечно, снизилась. За первое полугодие по экстренным показаниям к нам обратилось около 3920 пациентов. Это детки с заболеваниями верхних дыхательных путей, с различными хирургическими заболеваниями. Несмотря на положительную статистику, ребят, вынужденных проводить остаток лета в больнице, немало. Среди самых распространенных болезней, с которыми дети попадают в медучреждение сегодня, укусы клещей и бытовые травмы. Большинству пациентов помощь оказывается в приемном отделении, после чего лечения в стационаре можно избежать. Как пример, этот совсем еще юный, но смелый мальчик Денис. С виду и не скажет, что у него что-то болит. Вчера бегал, играл. Ну и, в общем, так получилось, что он упал, ударился. Ну, неудачное падение. Болит плечом. Ну, решили обратиться, чтобы убедиться, что все в порядке. При рентгеновском исследовании у ребенка была диагностирована трещина. Травма не опасная, заживет через две недели, говорят врачи. А вот этой 14-летней брещанке Викторию повезло меньше. Ей определили гастрит. Неделя лета с соответствующими обследованиями и не совсем приятными процедурами проведена в больнице. Отныне с пиццей и чипсами Вика будет более осторожной. Я сюда попала неделю назад с гастритом. Здесь были очень доброжелательные врачи. Я очень рада, что сегодня выписываюсь. Неделя очень быстро пролетела. Все было бы хорошо, если бы не было так плохо, говорят врачи Брестской детской областной больницы. И поясняют, этим летом в медучреждении было госпитализировано несколько подростков с не совсем детским диагнозом – алкогольная интоксикация. Остается актуальная проблема подростков, которые потребляют алкоголь. Два-три человека, четыре за месяц празднуют каникулы. Утверждается в силе, буквально сегодняшняя девочка 16 лет была в компании. Ей сказали, что можешь выпить? Нет. Она говорит, ты что-то слабое. Она, показать свою силу, решила вино, пиво и водка. Это серьезная смесь. Привести к отравлению алкоголя может элементарный недосмотр взрослых. Поэтому, кроме правил пребывания на солнце и времяпрепровождения у водоемов, не будет лишним напомнить детям и о правилах здорового образа жизни.